давайте я вам расскажу кому не стоит смотреть в сторону воронежа кому воронеж точно не подойдет что заинтриговал я люблю это я умею поэтому если кто-то ждет что его действительно здесь будут встречать с хлебом солью и такие знаете ли да любите миля всеми я приехал это новый хит новый весенний хитвое давайте быть честными да сейчас как картинка не очень-то и презентабельно да и не всем это может понравиться здравствуйте дорогие подписчики и гости канала а знаете воронеж он не для всех воронеж не для всех вот еду из офиса домой путь у меня займет минут наверное сейчас вечернее время смеркалась как говорится я думаю что минут за 15 я сегодня домой доскачу с учетом разворота на улице шишкова и вот решил записать такое видео на тему того что вы знаете ли как в воронеж то не всем и подойдет нет серьезно действительно это так давайте я вам расскажу кому не стоит смотреть в сторону воронежа кому воронеж точно не подойдет кому необходимо рассматривать для себя сразу изначально какие-то другие города что заинтриговал я люблю это я умею и так я минимум пять нашел так таких знаете ли весомых на мой взгляд причин по которым некоторым людям не стоит для себя рассматривать воронеж и первое о чем хотелось бы сказать первая причина так скажем воронеж не стоит рассматривать тем людям кто думать что сможет купить здесь хорошую квартиру дешево к сожалению сожалению друзья я думаю что ни для кого не секрет что цены у нас в этом году начиная с прошлого года даже с позапрошлого с осени позапрошлого 2020 года цены у нас шли и шли и шли вверх и ушли уже прям очень очень высоко и для многих к сожалению город уже стал не по карману к сожалению для многих переселенцев кто рассматривал наш город для своей нового для своего не нового места жительства кто всерьез рассматривал думал о том чтобы переехать со своего региона или может быть из страны ближнего зарубежья рассматривал для себя воронеж вот именно для таких целей ну к сожалению я знаю немало уже таких людей которым мы уже в силу того что цены у нас очень сильно подросли воронеж прямо скажем не светит к сожалению сожалению это так как бы купить наверное квартиру люди здесь все равно смогут но но какую квартиру согласитесь со мной что каждый из вас хочет купить себе квартиру как обычно да когда берем у покупателя на подбор и первый вопрос который мы задаем какую квартиру вы хотите для себя купить самый частый ответ на этот вопрос самую лучшую самую лучшую естественно это нормально это нормальное желание до каждый человек хочет купить для себя квартиру самую лучше но к сожалению на самую лучшую квартиру не у всех теперь хватит денег хватит финансовых возможностей к сожалению цены действительно очень сильно подскочили и не только в воронеже давайте так уж по-честному да потому что очень часто в комментариях пишут что но у вас ну нафиг ваш воронеж до бывать даже несколько другие более грубые слова применяют да я буду для себя теперь рассматривать другие города но давайте так ну во всех во всех без исключения городах миллионниках во всех городах миграционных да в которые едут реально едут нет ниоткуда уезжают да а куда едут как раз таки да куда переезжают массово мигрируют вот там везде цены подскочили везде подскочили то есть это не только москва питер да про столица сейчас говорим это не только сочи все города-миллионники куда едут все отличились этим огромным скачком цен вот этими ушедшими в космос ценами на недвижимость все без исключения повторюсь все города куда едут к сожалению поэтому естественно воронеж вниз не исключение естественно здесь тоже цены у нас очень и очень сильно выросли и не всем это конечно же теперь по карману планируете переезд воронеж воспользуйтесь услугами нашей компании покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно заполняйте анкету заявку под этим видео следующий момент следующее о чем хотелось бы сказать да воронеж не стоит рассматривать для себя тем людям кто ждет прямо таки ждет что его здесь будут встречать с хлебом с солью несколько может быть знаете ли грубовато сейчас говорю да прошу прощения но кто меня уже давно знает кто давно смотрит наш канал знает что я как бы за словом то в карман не полезу да я называю вещи своими именами и мне очень и очень не нравится когда говорят что у нас в воронеже здесь люди как-то знаете ли не гостеприимны злые может быть какие-то еще но не нравится вот честно я очень люблю этот город и я естественно с этим спорить всегда да вот с такими комментариями я буду спорить всегда воронежцы не злые поверьте мне воронежцы не злые я здесь знаете ли несколько другое наверно определение для жителей воронежа сейчас выдам на мой взгляд воронежцы они более как-то знаете ли осторожны наверное да может быть замкнуты да наверное так можно сказать я даже по себе вот сейчас сужу да я неохотно знаете ли пускаю в свою жизнь вот действительно это так вот неохотно я не потому что я злой да злой это не равно может быть несколько замкнуты и несколько осторожны знака равенства между этими понятиями нет абсолютно да это действительно так да воронежцы неохотно знаете ли может быть как-то пытаются до обзавестись каким-то новыми знакомствами неохотно идут на контакт возможно да то есть они несколько скрытны возможно в нормальном нормальном смысле этого слова да скрытно осторожны все таки более они наверное осторожны более разборчивы что ли в знакомствах в новых да то есть неохотно пускают в свою жизнь это действительно так действительно разница есть когда говорят да что северяне более открытые северяне более дружелюбные что ли северяне знаете ли как я понимаю почему это происходит люди которые всю жизнь прожили в суровых климатических условиях они знаете ли как то да действительно их вот это вот ну не скажу что беда да но вот эти вот тяжелые может быть климатические условия как-то сплачивает может быть действительно они как-то дружнее что ли более открыты более дружелюбны более чаще как-то придут на помощь что ли да вот действительно это есть я в силу того что мы работаем с переселенцами уже много лет и я действительно вот это заметил да то есть разницу между воронежцами и северянами я заметил между теми людьми к нам переезжает и теми кто здесь уже живет давно да может быть там с рождения может быть очень давно переехал но тоже не является там коренным воронежцы да вот действительно что-то вот разница вот в этом есть однозначно однозначно есть даже спорить не буду но это не значит что воронежцы злые какие-то неприветливые там и не знаю хамы абсолютно нет 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 конечно повторюсь воронежцы действительно более осторожно я бы вот так на рассказал поэтому если кто-то ждет что его действительно здесь будут встречать с хлебом с солью и такие знаете ли да любите меня всеми я приехал не будет вот здесь такого не будет вот здесь такого не будет вот на это к сожалению не рассчитываю следующий момент воронеж не стоит для себя рассматривать тем людям кто рассчитывает на московские зарплаты да да есть такие люди кто действительно рассчитывать на московские зарплаты друзья мои не нужно этого делать однозначно ни на московский не на питерский зарплаты рассчитывать не стоит ну потому что воронеж как бы города миллионный но мы все с вами взрослые люди да и понимаем да что там то возможности больше там больше возможностей где больше населения да получить более какой-то высокооплачиваемую работу но опять же возвращаемся к тому что нужно быть специалистом нужно быть специалистом в какой-то своей области и тогда в принципе и в нашем миллионном городе в городе с населением более миллиона можно рассчитывать на хорошую достойную зарплату то есть нужно нужно что-то кого-то из себя представлять до однозначно до воронеж вы знаете ли не раз уже тоже слышал что здесь большинство как-то всего знаете завязано либо на торговле то есть либо в торговле здесь можно хорошо себя чувствовать до работая вот в этой сфере либо строительстве да это действительно по до строительстве у нас очень много строится и больших домов до многоэтажек человейников муравейников я сейчас прожил и комплексы говорю который вы часто которым часто достается в комментариях от вас живым комплексом и я говорю сейчас про частное домостроение у нас действительно очень много строится и люди которые как-то знаете ли завязаны с частным строительством да и не только с частным а вообще со строительством да и и отделочники и каменщики я не знаю то есть везде строительство у нас можно достаточно неплохо получать но опять же опять же нужно немало работать чтобы чтобы неплохо получать то есть если ты специалист в какой-то сфере ты однозначно в этом городе себя найдешь но на московские зарплаты рассчитывать все же не стоит какой грязный снег грязный 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 снег прямо под ногами слышно такой песню это новый хит новый весенний хит так жилой комплекс 5 столиц у нас с вами по курсу кто кто не в курсе 5 столиц и сейчас будем заезжать жилой комплекс олимпийский так между делом вам небольшую экскурсию провожу следующее следующее о чем хочу сказать воронеж не стоит переезжать тем людям не стоит для себя рассматривать этот город тем людям которые у нас не готовы меняться сейчас объясню что я имею ввиду если вы не готовы меняться не готовы переквалифицироваться в какую-то другую специальность если вы не нашли свою специальность здесь в этом городе и не готовы меняться не готовы переквалифицироваться то вам к сожалению тоже наверно воронеж рассматривать в качестве города для пмж наверно не стоит ну тут я думаю не ну не нужно сильно раскрывать эту тему тут все и так ясно и понятно не готовы меняться не готовы что-то менять в своей жизни до в лучшую сторону как ни крути мы все с вами ходим на работу для чего для того чтобы нормально себя чувствовать для того чтобы нормально чувствовали себя мы сами наши семьи без денег к сожалению никуда и если вы не видите для себя подходящие скажем так работы до специальности по которой вы работали где-то в своем регионе изначально раньше где вы являетесь специалистом а здесь это сфера не востребована ну нету допустим здесь шахт если мы там про шахтеров говорю ну к примеру условно то есть если здесь это не развито нету здесь условно в общем если вы меняться не готовы не найдя свою специальность здесь то то тоже наверно переезжать в воронеж не стоит если вы являетесь продавцом недвижимости в воронеже или ближайшем пригороде и хотите чтобы ваша недвижимость попала на наш канал звоните 8 920 22 99 356 расскажем об условиях сотрудничества и и последнее о чем хотелось бы сказать друзья прежде чем спешить продавать всю свою недвижимость в своем регионе постарайтесь понимая что не у всех это получится но все же постарайтесь для начала приехать в наш город на разведку ну хотя бы недельки на 2 на 3 повторюсь понимаю что не у всех это получится не у всех есть такая возможность но все же если такую возможность найдете приедьте Посмотрите, поживите, а вдруг это не ваш город, а вдруг он вам не зайдет. И в идеале приедьте вот в такое время, как сейчас, когда грязно, серо, грязный снег под ногами, когда, прямо скажем, не очень красивая картинка, летом приехать, когда все цветет и пахнет, зеленые листочки, урожай, яблочки на деревьях висят, это одно. А приехав вот сейчас, это совершенно другое. Это совершенно другое, давайте быть честными, да, сейчас картинка не очень-то и презентабельна, да, и не всем это может понравиться. Переезд это сложно, это на самом деле сложно, я, слава тебе Господи, вот таких глобальных каких-то, знаете ли, переездов в моей жизни не было. Я, было время, да, я жил, там, полгода в Ростове я жил, четыре года я жил в Питере, но как-то все равно вся моя жизнь, она, знаете ли, связана вот именно с этим городом. Я не представляю себе жизни в другом каком-то городе, я никогда не мечтал жить в Москве, ну, никогда, никогда. Поэтому я, может быть, не до конца понимаю, да, насколько это сложно все-таки, да, бросить все, друзья, знакомые, работа, весь какой-то вот жизненный уклад, то есть все, все перечеркнуть и начать все заново в новом для себя городе. Поэтому я, собственно говоря, вам и советую для начала, повторюсь, если есть такая возможность, все-таки попробуйте хотя бы на две-три недельки приедьте, посмотрите, поживите, а вдруг действительно это не ваш город, а вдруг действительно он вам не подойдет. Друзья, если видео вам было интересно и полезно, хоть что-то, хоть вот-вот на столечко, да, не забудьте поддержать его лайком, пишите комментарии, что вы думаете на этот счет, прав я, может быть, не прав. Попрошу помощи всех наших переселенцев, кто подписан на наш канал, кто какое-то время назад как раз-таки совершил вот этот шаг вперед, да, надеюсь, к лучшему будущему, да, кто переехал, там, может быть, год, два, пять, а может быть и больше лет назад, напишите, пожалуйста, ваши ощущения, довольны ли вы переездом. Я думаю, вы очень многим поможете, очень многим людям поможете, кто сейчас стоит как раз-таки у выбора, да, делать этот шаг вперед или не делать, или оставить вот эту стабильность, которая на самом деле сейчас существует у многих из вас, кто живет сейчас в своих регионах. И вроде бы все хорошо, вроде бы все нормально, но что-то все-таки не устраивает, хочется, хочется чего-то лучшего, да, мы все ищем по жизни чего-то лучшего, рыба ищет где глубже, человек где лучше, и все стремимся как-то обеспечить и себя, и свою семью более лучшей жизнью, более лучшими условиями, и поэтому мы вот этот шаг зачастую и делаем. Поэтому ваш комментарий, ваш ответ на мой вопрос, я сейчас обращаюсь к тем переселенцам, кто сделал этот шаг когда-то, может быть, несколько лет или несколько месяцев назад. Напишите, пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями о том, правильно вы поступили или неправильно, понравился этот город, принял ли вас этот город, как вы себя здесь чувствуете, да, в плане, там, заработка, в плане жизни, про людей. Пожалуйста, напишите, я думаю, что ваши ответы будут очень и очень полезны многим людям, кто планирует переезд в наш город. Всем хорошего дня, хорошего настроения, подписывайтесь на наш канал, обязательно это делайте. И напоминаю, что мы оказываем услугу по поиску и подбору объектов недвижимости для иногородних покупателей. Анкета «Заявка на подбор вторичной недвижимости» находится под этим видео, она так и называется «Заявка на подбор вторичной недвижимости». Обращайтесь с удовольствием, вам в этом поможем. Всем хорошего дня, хорошего настроения, пока.